Продолжение следует... ...фрагментами распадающихся империи. Неизбежное втягивание в эту войну соседей. Неизбежное переформатирование всего пространства и системы международных отношений. Это просто неизбежность. Мы сейчас на самом деле платим страшную цену за предательство и глупость последних советских и первых российских вождей. Вот как мы выйдем из этой войны, вот что очень важно. Мы вообще понимаем, какая страшная угроза нависла над нашей страной. С нами никто не собирается ни о чем договариваться. Это надо понять. Нас собираются уничтожить. И если кто-то в элитах считает, что можно отскочить и жизнь будет прежней, они, значит, так и не поняли ничего. От слова совсем. Вот просто совсем. Мы действительно, как мне кажется, ну то, что мы живем в период бурного продвижения истории к очередному этапу некой стабилизации мирового сообщества, нашей человеческой цивилизации, это очевидно. Великие державы, европейские, рушатся. Кстати, в этом смысле, на мой взгляд, через 20 лет, 30 лет карта Европы будет совсем другая. Совсем другая. Отдельная тема. Исчезают великие европейские державы. Все. Остались только две. Турция, Османская империя и Россия. Вот всего две великих европейские державы. А были в Великобритании, Франции, Германии, Италии, Мештон, когда-то еще там Голландии и прочее. Вопрос, кто часто, Владимир Владимирович, вы задаете. Как там немцы, значит, вся немецкая нация, великая культура, литература, значит, при Гитлере превратилась в нацистов, расистов и так далее. А вот мы видим, как, ну, вы тоже несколько преувеличиваете, на мой взгляд, значение этой украинской нации. Ну, допустим, она. Вот как она превратилась, во всяком случае, то, что мы видим, и от людей обычных, и тем более от верхушки, в буквальном смысле, в животных. Нужно все это описать, проанализировать, тем более, что это дает, естественно, отцвет на то, как будут развиваться события дальше.